Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Горыныч Лайф. Меня зовут Игорь и сегодня я вам хочу показать генератор водородный, который не так давно я собрал. У меня на него ушло порядком трех месяцев. И он до конца, кстати, и не собран. Не хватает ультразвуковой площадки, которая должна генерировать колебания в нашем генераторе. Но об этом чуть позже. Сегодня я хотел показать для тех, кто не в курсе. Я ранее собрал водородный генератор третий вверх. Купить этот генератор, в принципе, уже, наверное, можно на Валдберрис. Забиваете название аккаунта Валдберрис, и он вам выдаст профиль, где вы без проблем сможете купить данную модельку. Повторюсь, выдают 2 литра в минуту, простая небольшая штукенция для ваших экспериментов. Но, в принципе, прошу запомнить, что водородный генератор это опасная штука. И, в принципе, все, что связано с водородом, опасно. Будьте аккуратны, максимально бдительны. И если вдруг вам нет 18 лет, то обязательно приглашайте взрослых и под их чутким руководством проводите данную работу. Вот такой вот генератор на 2 литра. Газа в минуту. В принципе, что касается генераторов водород, это как инструмент музыкальный. Потому что количество пластин, расстояние между пластинами, толщина пластин, площадь пластин и даже отверстия в этих генераторах играет главную роль для того, чтобы ваш генератор вырабатывал как можно больше газа. И как его отделять, у меня есть идея, но я пока ее не реализовал. То есть, возможно, я это сделаю в будущем. Мембраны, которые позволяют отделять водород с кислородом, они, к сожалению, дорогостоящие. И не каждый может себе позволить. А чистый водород, он гораздо интереснее, чем газ браун. А газ брауна, водород с кислородом, он взрывоопасен. Его неспроста называют гремучим газом. Как я вам ранее говорю, мой генератор 4-й версии должен был иметь ультразвуковое устройство подобного плана. И я буквально пару месяцев назад обратился к человеку, который попросил собрать мне необходимых габаритов, необходимой мощности такое устройство. И вмонтировать его в 4-ю версию генератора, который я вам сейчас покажу. Но, к сожалению, он затянул. Это связано с его какими-то текущими рабочими делами и так далее. Он затянул процесс. И я решился просто показать вам саму идею, которая у меня родилась буквально, как я ранее говорил, 3 месяца назад. Сегодня. И сейчас я вам ее покажу. Та-дам! Вот такая штука получилась. Пока это прототип, повторюсь, следующий генератор, который я хочу собрать, он будет гораздо крупнее. И в него как раз я планирую поставить подобную игрушку. То есть это уже будет следующий генератор. Пока у меня руки не дошли, пока я жду, может быть, тот товарищ, к кому я обратился, он мне соберет устройство, которое я должен буду разместить внизу. Для того, чтобы оно генерировало колебания. Потому что ультразвуковые колебания это 5000 колебаний воды в секунду. Вы только представьте, чего можно добиться, колебая наш генератор с такой скоростью. По идее, конечно, газа будет образовываться больше. А по факту посмотрим. Черт его знает. Ну так, в общем, пока этот прототип без ультразвука. И здесь собраны трубки. Данные трубки выполнены таким образом, что внутренняя трубка и внешняя на каждой последующей меняют анод с катодом. То есть, максимально, как я вам ранее говорил, поверхность работает в нашем генераторе. То есть, даже внешние части трубок участвуют в процессе. Потому что внешняя трубка, например, плюс, а рядом стоящие по бокам минусы. Внутренняя трубка плюс, а у рядом стоящих внутренних трубок минусы. И за счет набранной такой комбинации я получил возможность, чтобы вся поверхность трубки, каждой причем трубки, работала. И я сделал довольно интересное решение. Вывел это все всего лишь к двум контактам. То есть, вы сейчас удивитесь, типа, какого хера у тебя тут четыре провода, если у тебя всего два контакта. Объясню. Мы подавать будем, ну, энное количество вольт и ампер. И не очень прикольно будет, если провода сейчас начнут плавиться. А я попробовал это сделать без вашего участия. И был удивлен. На самом деле, результат бомбический. Я вам сейчас покажу. Но пока хотел рассказать дальше про конструктив. Выходит так, что наш генератор отдает газ. Он идет по трубке. Здесь он осушается. И выходит дальше. А через эту трубку поддерживается баланс жидкости в нижней части, как раз вот в сердечнике нашего генератора. И он распределяется для того, чтобы максимально оперативно наполнять наш генератор жидкостью, электролитом. Он еще даже тепленький, представляете? Он, значит, позволяет гораздо эффективнее наполнять жидкостью для того, чтобы не терялось поверхности пластин, в нашем случае, точнее трубок, всегда были в процессе выработки водорода и кислорода. То есть, газа брауна. Значит, идем дальше. Газ у нас выходит по трубке и идет боблер или баблер. Честно, не помню, как эта штука называется. Но, в общем, по сути, он здесь должен осушаться. Здесь обычная вода. Он заходит в трубку и осушается. А дальше он выходит через огнепреградительный квапан. Я считаю, что он должен быть минимум два. Минимум два квапана должно стоять. Ибо береженого Бог бережет. И дальше газ у нас поступает в насос. Насос на самом деле мощный. То есть, когда я все это собирал, я понимал, что, в принципе, несмотря на то, что насос больше, чем на 20 литров, он должен как раз работать с большей площадью, с большим объемом, с емкостью большего объема. И после того, как он проходит через насос, он идет дальше к еще одному огнепреградительному клапану. И уже непосредственно на горение. Но, честно, поджигать не хочется. Потому что здесь пожарка и так далее. Давайте просто посмотрим на процесс. Сколько эта штука и вообще, как она получится, чтобы она работала. Я очень надеюсь, что вы поддержите это видео лайком. Потому что я старался, честно. Несколько месяцев я эту штуку изобретал. Ранее здесь стоял мерник подобный. Я его буквально перед этой съемкой срезал. Я считаю, что он не нужен, потому что он точно не покажет, сколько литров в минуту. Ну, в общем, вот такая конструкция получилась. Давайте попробуем запустить. Кстати, в предыдущих роликах я использовал блок питания на 24 вольта и 20 ампер. То есть он показывал только 24 вольта и 20 ампер. Ну, до 30, по-моему. Его можно было через шим разгонять. И это было очень неудобно. К этому видео и вообще, в принципе, к этой работе я смог приобрести вот такой вот лабораторный блок питания. Он вроде как заявлен на 32 или 32 вольта, 32 ампера. 32 вольта и 32 ампера. В общем, давайте. Вы готовы увидеть, что будет? Все уже подключено. Насос, кстати, что мне понравилось в насосе, он даже в пассивном режиме, то есть выключенный, спокойно через себя пропускает все газы. То есть эта штучка работает идеально. Погнали. Включаем. 4 ампера, 5 ампер. Давайте я его, может быть, чуть поближе поставлю к вам. Так, есть. 5 ампер. Смотрите, что происходит. Я его чуть подвину поближе, чтобы вам удобнее было. И, наверное, стоит поднести камеру поближе. Сейчас я вам покажу. Друзья, у нас 26 вольт и 5 ампер. И давайте посмотрим, что происходит. Как я вам говорил, работают даже внешние стенки генератора. Вот это все дело у нас образует пену. И видите, как раз получается, из-за того, что я трубки не встала делать до самого верха, вот этот вот участок у нас, где образуется, где больше всего пены. То есть получается, у нас максимальная площадь пластин сейчас работает. Максимальная площадь трубок сейчас работает. И вот это все дело уходит. Смотрите, с какой скоростью. Смотрите, с какой скоростью. Вот так вот это интересно происходит. Вода расщепляется, идет по трубке. И вот она здесь уже выдает пузырики. То есть образовалось давление. А теперь самое интересное. Самое интересное, друзья, включаем наш насос. Смотрите. Пошла жара. То есть, по сути, эта вся конструкция довольно хорошо работает. Давайте прибавим чуть больше ампер. Друзья, 10 ампер, 26 вольт, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Да, 26, 10 ампер. Смотрите. Он не нагревается. Дает просто удивительно много газа. Просто нереально. И там уже даже пузыри большие набираются. Ну, в общем, друзья, вот такая интересная штука получилась. Рассчитываю в будущем все-таки получить свое ультразвуковое устройство. Если вдруг я его не получу, то возьму одно из этих устройств, которые я приобрел ранее, и попробую собрать новый корпус с большим количеством трубок. Потому что трубки идеально не нагреваются. Максимальная площадь генерации. И, значит, мы можем потреблять меньше питания на все это дело. В следующем видео я бы все-таки попробовал бы убрать данную штучку, подключить напрямую насос к нашему осушителю и поджечь. Очень интересно посмотреть, какой длины факел у меня получится. Ну и спасибо вам за лайки. Пока я ковырялся с ультразвуковыми устройствами, я обнаружил несколько интересных, очень интересных моментов, процессов. И я думаю, может быть, отдельное видео снять про ультразвуковые колебания. Вы увидите интересные процессы с этими ультразвуковыми устройствами. Поэтому пишите в комментариях, если бы хотели бы увидеть. Я это все дело подготовлю и выложу на YouTube. Спасибо вам за лайки. Спасибо за вашу подписку. Пока-пока.